Вот, собственно, есть же международный опыт. То есть Англия была местом жуткого футбольного фанатизма. Там люди, в отличие от России, реально гибли на стадионах. Очень жесткие судебные процессы, где футбольных болельщиков просто судили по уголовным делам. И сейчас Англия – это страна, где можно с детьми приходить на стадион. У меня беда в семье. У меня в семье два потенциальных футбольных болельщика – жена и недавно родившаяся дочь. Я боюсь их везти на стадион, потому что команда гостей, это кавказская команда, рассказывает, ну что станет с Питером и Москвой, болельщики. Фанаты националистически настроенные кричат, что нужно делать с Кавказом. В матерных выражениях летает ракетница, и я не приведу никогда дочку и жену на стадион, и мы не потратим деньги. Да даже на «Спартак» в «Динамо» как-то не очень хочется. Ну, я тут с вами, собственно, с одной стороны баррикад, я вам честно могу сказать. Потому что я, например, со своими близкими... Почему нету судебных процессов над болельщиками, которые нарушают не какие-то правила, а просто российское законодательство? Стреляют из ракетниц, скидывают в нацистском приветствии, там все что угодно. Это же уголовные дела просто по российским законам. По большому счету должна политическая воля быть. А ее нет. Это первое. Я думаю, что достаточно сложно принимать такие решения. Вот каким путем пошли, например, турецкая... Турецкий футбол пошел каким путем? Они выпустили сначала закон о футболе, потом они выпустили закон о поведении практически на футбольных матчах. Причем законы прямого действия, в которых наказание за нарушение порядка на стадионе карается очень жестко. Очень жестко. Там самое такое простое наказание, это, например, полгода. Так была же инициатива с законом о болельщиках в России? Понимаете, я вообще, как инициатор, такого рода законодательная инициатива могу выступить, но как законодатель, соответственно, нет. Неужели Единая Россия будет против? Я, к сожалению, беспартийный, поэтому не могу отвечать за партии, за какие-то. Тем не менее, я могу сказать, что всякого рода документы, которые связаны в том числе с практикой в английском чемпионате, с практикой в других чемпионатах, мы подготовили и передали, соответственно, законодателям. Насколько я понимаю, все эти законы варятся сейчас где-то в недрах Думы. И это та самая пресловутая политическая воля? Да, вот я как раз хотел спросить, политическая воля это кто? Вот кто должен принять непосредственное решение, чтобы что-то развернулось в другом направлении? Прежде всего, должны быть приняты законы. Соответственно, Думы, депутаты. Депутаты, Думы, да, должны принять такого рода законы. Мне кажется, вы сейчас лукавите, серьезно. Просто, например, премьер-министр Путин, наверняка вы с ним хорошо знакомы. Почему от него не исходит такая политическая воля? Хотя он внимательно следит за тем, что происходит с футболом и с футбольным болельщиками. Мы все это видели после 11 декабря прошлого года. Владимир Владимирович работает в этом направлении. Ну, вы видели, он встречался с фанатами. Работает министр спорта, довольно активно в этом направлении. Просто процесс законодательный, он не так скор. Законы принимаются, ну, год, по крайней мере, это характерное время. Сначала законодательные инициативы, до того, чтобы закон вышел из недр Думы. А может быть, просто это такая деликатная тема, потому что мы все слышали, что футбольных болельщиков нередко используют для выполнения неких деликатных политических операций. Они иногда связаны с некими молодежными организациями. Поэтому как-то вводить репрессии против даже радикальных футбольных болельщиков иногда не хочется властям. Я о таких процессах, честно сказать, не сильно информировал. Я могу что-то предполагать, но сказать определенно, что это так, как вы говорите, я бы не стал. Продолжение следует...